Приветствую гостей и подписчиков канала. Немного времени остается до начала российского этапа Гран-при по фигурному катанию, а томительное ожидание от встречи с сильнейшими фигуристками, и именно из России уже на запредельном уровне. Мы так долго не видели, особенно Камилу Валиеву, что кажется прошел целый соревновательный год. Ванкувер и Гран-при Канады, это кажется было совсем-совсем давно. Камила Валиева одна из тех фигуристок, на выступления которых смотришь, как на чарующий сердце праздник. По красоте ее прыжков и сложности вращений фигуристки просто нет равных в мире. Каждая из наших звездочек уникальна по-своему. Много плюсов мы видели от Ани Щербаковой на льду Гренобля, особенно в ее новой короткой программе. Восстанавливается и находит свой образ Алена Косторная. Ей остается нащупать только золотую середину между трикселем и новым имиджем. Майя и Лиза прекрасны по-своему и также заставляют трепыхать наши сердца во время их прокатов. Саша приучила нас к суперквадности, что мы уже не удивимся ее шести и более четверным прыжкам. Прекрасны в своих образах Дарья Усачева и Ксения Синицына. Все в руках у Софьи Самодуровой. Но есть одна фигуристка, которая поражает именно уверенностью во время исполнения. Я подберу следующее выражение, характеризующее Камилу Валиеву. Это кремень и скала с оттенками романтизма и балета. Только чудо в виде феноменального исполнения произвольной программы Ани Щербаковой не позволило Камиле стать чемпионкой России, хотя многие после ее декабрьского проката именно об этом подумали. И надо сказать, после этого Камила, постоянно совершенствуясь в программе, дошла уже до двух мировых рекордов и то ли еще будет. Одним из секретов успеха Камила назвала в своем интервью японскому телеканалу Get Sports, постоянную потребность в самосовершенствовании и постоянной работе над улучшением программы. На это обратила внимание в своем интервью и Этери Георгиевна Тутберидзе, отметившая многогранность своей подопечной. С ее слов Камила никогда не останавливается на достигнутом и пытается постоянно усложняться. Этот факт ее личный тренер считает достойным уважения, особенно на фоне того, как сильно фигурное катание в последнее время ушло вперед. Ну мы собственно и видим постоянно этот прогресс, и если Олимпиаду в Пхенчхане можно было выиграть и без квадов, сейчас эта ситуация представляется просто утопической. Желаем Камиле, Лизе и Майе показать всему миру высочайший класс российской школы в Сочи. На этом с вами прощаюсь, с уважением Ренат.